В эфире новости 24 на 6 канале в студии Алексей Дудин. Добрый вечер. За убийство ребенка два года условно. 19-летнюю маму признали виновной в убийстве новорожденного сына. 14 февраля случились преждевременные роды. В результате на свет появился жизнеспособный малыш. Но, как сообщает следствие, мама оказалась психологически неустойчивой. Поместила ребенка в полиэтиленовый пакет, обернула его кофтой и положила за кресло. Мальчик умер от асфиксии. Вскоре она съехала с квартиры. Собственник во время ремонта вынес пакет в подъезд, не подозревая, что внутри. Что касается молодой мамочки, то она раскаялась и сотрудничала со следствием. Потому и получила два года условно с испытательным сроком. Убийство ребенка объяснило тяжелой жизненной ситуации. Кстати, задохнувшийся в пакете сын – это ее второй ребенок. До этого она родила дочь, но отказалась от нее. А сейчас эта 19-летняя мама снова беременна. Мы все органы уведомили. Теперь, вот смотрите, подключается еще одно ведомство. Инспекция по исполнению приговоров, они тоже обязаны жестко следить за поведением своей подопечной, отбывающей наказание. Она пообещала, что этого ребенка она будет любить, что выйдет замуж за отца будущего ребенка. Сядет надолго. Октябрьский райсуд вынес приговор Александру Тихонову. Лидера преступной группы, занимавшейся изготовлением и продажей наркотиков, задержали летом прошлого года. Подельника Тихонова Андрея Леонтьева уже осудили на 10 лет. Сколько получил сам Тихонов и учел ли суд смягчающие обстоятельства? Расскажет Алексей Соков. В зал суда не пускают даже родных. Мать Тихонова все три часа оглашение приговора просидела в коридоре. Сын с ней давно не жил и о его делах она не знала. Теперь молит, чтобы не закрыли надолго. Желательно поменьше, конечно. Каждая мать, наверное, хочет. Плохого не хочет. Александра Тихонова, известного в криминальных кругах под кличкой Башка, наркополицейские задержали в июле 13-го. Операция готовилась около полутора лет. Выявлялись все каналы наркозбыта двух преступных групп, которыми руководил Тихонов и 24-летний Андрей Леонтьев. Оба пошли на сделку со следствием. Леонтьев свои 10 лет уже получил, хотя ему грозило от 12 до 20. После заключения досудебного соглашения, последовательно и подробно давал показания, в том числе как на предварительном следствии, так и в судебном заседании он уже дал свои показания по уголовному делу в отношении других участников преступного сообщества, который в том числе изобличает вину других участников этой организации. А участников организации Тихонова и Леонтьева было 12. По четверым уголовные дела рассматриваются отдельно. На счету только одного Тихонова, три тяжких и 31 особо тяжкое преступление. От производства и сбыта наркотиков до хранения оружия. Отягчали вину Тихонова, судимость, алкоголизм второй степени и употребление каннабиоидов. 20 минут судье потребовалось только для того, чтобы перечислить статьи и наказание по ним. Общее количество лет, которые должен был бы отсидеть Тихонов, 204 года 4 месяца. Но по совокупности... Путем частичного сложения наказания, окончательного наказания Тихонова определить в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправитель колонии строгого режима. Год из положенных 11 наркобарон уже отсидел. Несмотря на вынесенный приговор, точку в рассмотрении дел целой серии преступлений ставить еще пока рано. Клубок, закрученный местными наркобаронами, суду предстоит раскручивать еще очень долго. Ближайшее рассмотрение дела еще одного фигуранта Пахомова планируется уже на этой неделе. Алексей Соков, Константин Миронов, 6 канал. Борются с неизлечимым. Сегодня всемирный день борьбы со СПИДом. За 30 лет во всем мире им заразилось около 78 миллионов человек. Во Владимирской области с ВИЧ-инфекцией живут около 4 тысяч граждан. Как не пополнить печальную статистику и продлить себе жизнь, если уже заболел? Валерия Саенко расскажет подробнее. Миф о том, что ВИЧ-болезнь молодых давно разрушен. Самому старшему из тех, кто заразился в нашей области, 77 лет. Болезнь долго протекает бессимптомно. Люди могут даже не знать, что больны. Многие не знали о своем статусе, не проходили исследования. Проблем со здоровьем не было. И они обратились в медучреждение, когда появились проблемы со здоровьем. Там выяснили о том, что у них ВИЧ-инфекция. Заразиться ВИЧ можно через кровь от инфицированной матери. Самый распространенный метод заражения – беспорядочные половые связи, которые начинаются от вседозволенности. Самый высокий уровень заразившихся в Иркутской области. На 100 тысяч жителей больше полутора тысяч больных. На территории было распространено потребление спайсов. Последствия таковы, что кроме последствий на головной мозг, на психику, огромное влияние идет на такую раскрепощенность. Когда человек не контролирует себя, начинаются половые связи, совершенно как бы неконтролируемые. Бороться с наркоманией теперь будут с помощью таких вот проездных билетов. Их тираж – 40 тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня они заменили обычные проездные на 34-м автобусном маршруте. Текст лаконичен. Спайс убивают и сообщеги торгуют смертью. И наши телефоны непосредственно. То есть первый телефон доверия, анонимный, круглосуточный. И второй телефон – это тоже телефон дежурной части. Ежемесячно ВИЧ-инфицированным требуется курс лечения. Стоит он от 15 до 30 тысяч рублей. Больным он ничего не стоит. Главное – желание лечиться. Тогда продлить жизнь получится еще на 20-25 лет. А вот если вы знаете, что буквально только что заразились ВИЧ, то от вируса можно избавиться полностью, если обратиться к медикам в первые три дня. Если в эти 72 часа начнется медикаментозная профилактика, то препараты, попавшие в кровь, они не дадут вирусу прикрепиться к клетке, и он погибнет. Поэтому вся профилактика начинается вот в пределах 72 часов. Чем раньше, тем лучше. Валерия Саенко, Евгений Токарев, Шестой канал. Они не дают замерзнуть зимой. Всего несколько человек в круглосуточном режиме следят за тем, чтобы в наших квартирах батареи не остыли. В аварийной диспетчерской службы тепловых сетей выслушают и примут меры. По какому телефону сообщить о повреждениях отопительной системы, узнал Александр Инин. Аварийная диспетчерская служба – это глаза и уши поставщиков тепла. Именно отсюда диспетчеры следят за теплоснабжением всего города. Мы в реальном времени видим, какие параметры, какая подпитка сетевой воды у нас. То есть мы осуществляем контроль. Контролируют диспетчеры почти 350 километров разводящих и магистральных сетей, плюс 30 котельных. О дефектах узнают из показаний приборов, которые выводятся на монитор, либо непосредственно от потребителей тепла. А вот здравствуйте, тепловые сети? Диспетчер тепловых сетей и сетев, слушаю вас, добрый день. Здравствуйте, вас беспокоят жители города Владимира по адресу Ольса Охаткина, дом 25. Вы знаете, у нас здесь во дворе проходят трубы теплоснабжения. И вот сегодня, буквально тут, может, полчаса назад, образовалась цирка свища, я не знаю, когда это. И там вода течет на улице. По каждому сигналу обязательно выезжает аварийная бригада. На месте она разбирается в сути дефекта. Ликвидирует его своими силами. А если авария серьезная, вызывает подмогу. Проверили заявку, то, что вы сказали, по Охаткам 25. То есть все нормально, течет не обнаружено. Улица Охаткина может спать спокойно. Трубы здесь не текут. Выезд, тем не менее, не считается напрасным. Как говорят диспетчеры, лучше лишний раз приехать и убедиться, что все в порядке. В обязательном порядке жители должны знать телефон нашей диспетчерской службы, потому что телефон 53-22-20. Это будет служить именно для того, чтобы как можно быстрее и оперативнее решить вопросы, возникающие, допустим, при теплоснабжении. Телефон 53-22-20 необходимо записать, а лучше запомнить. Звонить по нему нужно, если батареи в квартире остыли посреди зимы. Или горячая вода в кране перестала быть горячей. Набрать номер нужно, и когда вы увидите, что из-под земли идет пар. Диспетчеры тепловых сетей работают круглосуточно. Александр Инин, Артем Горчаков, 6 канал. Крепка семья, крепка держава. Во Владимире подвели итоги областного конкурса, посвященного Дню Матери. Его организатором выступило региональное отделение Единой России в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Чем удивляли конкурсанты, членов жюри и кто стал победителем, расскажет Ирина Начарова. Гофрированная бумага, балочки, конфеты и пожелания для мамы. Полина Юшкова терпеливо следует инструкции. Благодаря мастер-классу девочка узнала, что нежный весенний цветок можно сделать и своими руками. Тюльпан Полина сделала для своей мамы. Что ты желаешь своей маме в этот день? Счастья и здоровья. Чтобы она никогда не болела. В конкурсе приняли участие 107 семей с 10 муниципальных образований. Они должны были продемонстрировать жюри визитные карточки своих семей с рассказами о своих родственниках, традициях и продемонстрировать творческие презентации. Оказалось, что рукоделие учат детей многие родители. Росыпи ромашек и благородные платья для кукол. Все это делается из обычных атласных ленточек. Настя, тебе приз. И конфетку. Наталья Байтенко подготовила необычный спортивный мастер-класс. Все ее дети танцуют и даже отжимаются под музыку. Наталья с мужем воспитали троих родных детей и троих племянников. У меня сестра уехала в Турцию и пропала. И вот 14 лет детки жили со мной. Но уже они упорхнули, они выросли, стали большими. То есть старшая дочь и трое племянников, они уже живут отдельно. А недавно маму и Наталью стали называть еще четверо мальчишек. Для нее это самый большой подарок ко дню матери. Я была вчера буквально на концерте, очень плакала, потому что мамы у меня нет уже 20 лет. Очень не хватает нам в нашей семье пожилого человека. И так в шутку, когда мы разговаривали с детками по поводу того, что возьмем ли в семью еще деток, на что у меня старший Стас ответил, мам, может бабушку в семью возьмем. Именно благодаря бабушке семья Скоромниковых стала победительницей конкурса «Крепка семья, крепка держава». Валентине Скоромниковой 82 года. 20 лет она руководила клубом завода электрокабель в Кольчугино. Ее две дочери буквально выросли на сцене и, повзрослев, тоже стали работниками культуры. Валентина Ильинична – богатая бабушка. У нее трое внуков и трое правдуков. В них она видит главный смысл своей жизни. Женщина, она создана для того, чтобы быть матерью. И все свое, что она знает, что она умеет, она отдает детям. И живет ради детей. Вообще хочется, чтобы возродилась вот эта многодетная семья в нашей России. Ничто не может остановить вот инстинкт матери. Сложности, трудности, все можно пережить. Но потом зато, когда отдача от детей, это очень здорово. Все участники конкурса были отмечены сертификатами и получили ценные подарки. Кстати, в рамках проекта партии «Крепкая семья» во Владимире стартовала новая акция – «Новогоднее чудо». Жителям гордо предлагают собрать новогодние подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей. Ирина Начарова, Максим Самсонов, Шестой канал. Десять тысяч шагов к здоровью. Акция с таким названием прошла накануне в парке «Дружба». Цель – привлечь к здоровому образу жизни как можно больше владимирцев. Сколько же нужно ходить ежедневно, чтобы организм работал как часы? Узнаете из следующего репортажа. Пенсионеры потихоньку и не спеша именно таким образом Алевтина Борисова вместе со своими подружками укрепляют свое здоровье. Пенсионеры не ставят перед собой задачи преодолеть большое расстояние за короткое время. Им важно просто погулять. Это же замечательный. Вот нас почаще надо вытаскивать. А то ведь мы же как это привыкли? Сесть и не вставать, да? А ведь это же вот все здоровье. А вытащили их из дома члены региональной общественной организации «Лига здоровья нации». Она существует во Владимире с 2011 года. Мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, проведено уже немало. А вот вступивших в Лигу немного – 100 человек. Как раз над привлечением владимирцев в группу здоровья сейчас и работают. Благодаря тому, что Ольга Николаевна Хохлова, заместитель председателя законодательного собрания области, поддержала нашу инициативу. И мы за это время проводили очень много разных мероприятий. Мы организовывали и проводили разные спортивные мероприятия. И целью их была всегда привлечь к активному образу жизни и к здоровому образу жизни. Быть здоровым несложно, говорят общественники. Достаточно отказаться от вредных привычек и больше двигаться. Чтобы нормализовать работу организма, необходимо ежедневно делать 6 тысяч шагов. Тогда и давление не заскачет, и сахар будет в норме. Это действительно ощутимо. Ощутимо то, что ходить-то надо побольше всем. И подольше. И действительно чувствуешь себя. Да, на самом деле, бодрее все. Пошли, пошли назад, назад бегом. Быстрее, вот так. Молодцы. Альтернатива компьютерным играм и сидячему образу жизни – русские забавы на свежем воздухе. Здесь можно и силу свою показать, и получить заряд бодрости и позитива не меньше, чем в какой-либо стрелялке. Они направлены, во-первых, на отвлечение молодежи от отрицательных привычек, от наркотиков и, скажем, от незанятости, раз. Во-вторых, для того, чтобы их организовать, не требуется никаких суперопределенных условий. Мне кажется, что в наше время компьютерное, когда люди очень много проводят перед компьютерами, перед телевизорами, обязательно нужно развивать такие проекты, которые за здоровый образ жизни. И это очень важно. Лига здоровья нации – это не только мероприятие спортивной направленности. О здоровом образе жизни общественники постоянно говорят на круглых столах и в школе здоровья. Ее инструкторы сейчас заканчивают подготовку и скоро начнут подталкивать ленивых владимирцев к ведению активного образа жизни. Алексей Дудин, Александр Громов, Шестой канал. Присоединились к Всероссийскому виртуальному концертному залу. В областной филармонии прошел первый виртуальный симфонический концерт. Владимирские зрители насладились произведениями Глинки, Чайковского и Рахманинова в исполнении пианиста Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Как современные технологии работают в музыкальном мире классики, увидела Карина Тарашенская. Симфонический концерт в виртуальном формате во Владимире проходит впервые. Концертный зал имени Танеева присоединился к Всероссийскому проекту «Виртуальный концертный зал». Первые подобные залы начали свою работу в 2009 году в Свердловской области на базе местной филармонии. Живые концерты всегда будут пользоваться спросом. Это не конкуренция, это дополнение к тому, что есть, но для тех, может быть, людей, для тех уголочков нашей области и страны, для которых недоступно посещение живых концертов. Теперь, чтобы насладиться игрой виртуозов, не нужно ездить на концерты в столицу. Достаточно прийти в филармонию. Для трансляции здесь оборудован зал, в котором есть проектор, акустическая система, экран и интернет со скоростью 10 мегабит в секунду. За техникой следит инженер-программист. Смысл даже не только в технической стороне, а вот в самой идее, то, что новые информационные технологии встретились с классической музыкой. И вот из-за этого получилось такое интересное событие, как виртуальный концертный зал, когда наши зрители, зрители города Владимира, одновременно со зрителями практически по всей России, как будто бы находятся сейчас в здании, в концертном зале Московской филармонии. Помимо Владимира к проекту присоединились более 20 городов России. Главная цель – формирование открытого культурного пространства России. Почти полтора часа зрители Всероссийского виртуального концертного зала наслаждались произведениями Глинки, Чайковского и Рахманинова. В исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии и пианиста Дениса Мацуева. Каждый может посмотреть не только вживую, как сегодня онлайн, но и в записи самые лучшие концерты Московской филармонии, обсудить их, попить потом чай после концерта. Я знаю, что в некоторых регионах и в городках есть даже клубы любителей классической музыки, которые формируются на базе таких удаленных концертных залов. Первый виртуальный концерт во Владимире был бесплатным. В дальнейшем для любителей классики сделают специальный годовой абонемент. В планах департамента культуры довести виртуальное концертное пространство до Владимирской глубинки, чтобы прямые трансляции из Московской филармонии смотрели не только во Владимире, но и в концертных залах районных центров. Карина Трошенская, Максим Самсонов, 6 канал. Далее смотрите программу «Самостоятельная работа». А я напоминаю, если вы хотите стать героем нашего следующего репортажа и у вас есть интересная информация, звоните в редакцию 6 канала по телефону 36 66 66. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова